Сегодняшнее видео будет не про это. Я решил записать видео, связанное... Всем привет! Фульёноч на связи. Сегодня необычный эфир. Ну, как и всегда. Это будет эфир с планшета. Я буду использовать мышь, поскольку в новой версии мышь может показать нам какие-то вещи, с помощью которой можем использовать. Я поменял программу для записи экрана. Буду использовать со штатной программой в нормальном разрешении. А начну я с поздравления. Поздравляю Андрея Чернова, моего друга, музыканта, экспериментатора и прочее, прочее, прочее. С днём рождения! Желаю ему здоровья, всего хорошего. И вот я начинаю эфир как раз с фотографии, которой он сказал, что будет делать из неё картину. Могу сказать, что картина действительно интересная. Их тут два кадра. Всего будет, кстати, семь кадров. Ну, вот два из них, Андрея. Я там особо не смотрел, на чём они сделаны. Сейчас мы, в принципе, посмотрим. Заодно, наверное, вам будет интересно. Поскольку я всегда говорил, что вне зависимости от того, чем вы сделали, если кадр действительно и ракурс, и настроение есть, то это имеет право на жизнь. Здесь вообще не указано, чем это сделано. Размеры действительно 0,75 мегапикселей. То есть неизвестная камера. Но самое главное, что есть. И я хочу от вас получить обратную связь. Что вы по этому поводу думаете? Ну, во-первых, чем является фотография? И, собственно говоря, как она... Да, тут выскочила моя предыдущая запись Альфа и Омега. Значит, я сегодня не буду какие-то привести примеры обработки в фотографии, да, что бы я сделал, как бы, или как бы я поступил. Я буду рассматривать это с точки зрения просто вот своего мнения, что мне нравится. То есть, что не нравится, ну, можно отдельно как бы говорить, да, но что мне нравится, это самое главное. Потому что по какому принципу люди выбирают, понравилась им фотография или нет. Именно общее впечатление. Здесь я могу сразу сказать, что атмосфера передана очень интересно, поскольку понятно, что это снято ночью, судя по свету в огне. Я так думаю, что да, наверное. И, соответственно, даже если это снято телефоном, у меня есть такие фотографии, которые сняты телефоном. И они достаточно интересно продвигаются, и они передают атмосферу. Здесь снег, фиолетовый цвет, такая дымка, луна в тумане, дом. То есть, с точки зрения геометрии кадра здесь все интересно очень сделано. Вот эти диагонали, которые я сейчас покажу вам, да, диагональ крыши, которая пересекается, диагональ крыши вторая тоже. Здесь некий такой кусок попал снега, тоже можно воспринимать как сосулька, можно как что-то другое. То есть, вот нижняя точка, третья крана, да, то есть, верхняя разбивка. Ну и можно сказать, что кадр действительно сбалансирован, он такой успокаивающий, расслабляющий. Поэтому я думаю, что из него получится хорошая картина, и все будет отлично. Дальше мы перейдем к фотографиям, которые я просил Вячеслав, чтобы я что-то выбрал. У него множество фотографий, он давно занимается, там много лет тоже, как и я. Но в силу своей стеснительницы, наверное, да, он как-то не очень хочет участвовать в обсуждении фотографий. А поскольку у него был горький опыт из компании Яндекс, ну, я предложил все-таки использовать фликер, сообщество людей, которые миролюбивые, во-первых. Во-вторых, не будут там выливать всякой пакости, то, что бывает часто в этих системах известных, да. Значит, я выбрал пять его фотографий. Вы их можете увидеть, вот она здесь. Их тут пять штук. Там множество фотографий, но я все-таки хочу начать именно с этих фотографий. И почему, объясню. Значит, ну, я выбрал фотографии, на которых можно что-то посмотреть и разобрать. Вот первое, что я вижу, когда я смотрю такую фотографию, у меня даже был вопрос, вроде как бы яркое, с освещения, да, но по какой-то причине, вот я стал искать, ближний план нерезкий, дальний план нерезкий, да. Я начинаю с того, что мне не нравится. Может быть, это покажется грубым. Ну, вот таким образом я действую. И я стал понимать, что камера, в принципе, вроде как бы все должно быть резким на таком освещении, но по какой-то причине это нет. И я понял, почему, когда открыл информацию и посмотрел. Размеры кадра действительно большие, и 4600 на 3000, то есть 5 мегапикселей, то есть это даже HGPG, он должен быть резкий. Но, интересный очень аспект. Вот я сейчас на виду, вы посмотрите, да. Обратите внимание, выдержка 1,160. С рук, в принципе, можно снять на такой выдержке. Значит, ISO достаточно высокая, шумов немного. Но по какой-то причине все равно не резкая. А причина находится вот здесь. Обратите внимание, что диафрагма 1,29. То есть это даже не 16-я и даже не 22-я. Это почти 32-я диагональ. Диагональ, говорю. Диафрагма. На такой диафрагме, а я, насколько понимаю, это снято объективом, который, ну, как минимум, это не премиум оптика, видно, что она начинает на этой диафрагме смазывать изображение. То есть вступает в силу недостатки оптики именно на закрытой диафрагме, вот так глубоко закрытой. Я удивляюсь, что даже на дорогой оптике такие артефакты бывают. Но в данном случае чрезменное закрытие диафрагмы привело к таким ситуациям, когда весь кадр, ну, можно сказать, что он такой размытый, расплывчатый. Я не знаю, по каким причинам это еще объяснить. С точки зрения обработки я не вижу, что здесь каких-то специальных размазываний сделано. Ну, для примера можно взять, например, сейчас попробовать инструмент четкость, да, и посмотреть, что получится, да. Ну, резкость не прибавляется никаким образом. Так что здесь это не с этим связано. Как раз с диафрагмой. Это, что касается моего впечатления, да. Теперь, что касается композиции. Поскольку я вам говорил, что самое главное для меня композиция, значит, что здесь выделяется? Конечно, меня, так же, как и Вячеслава, привлекла вот эта вот зона, да, красивая зона. Действительно, здесь есть сосока, здесь есть лилии, которые цветущие, да, которые на фоне заходящего или восходящего солнца, они дают вот такой очень красивый цвет. Дальше. Перелив цвета зелени на дальних островах, да, и видно расстояние изменяется. Мне это тоже понравилось, я такие пейзажи очень люблю. Проработаны облака, то есть, это как раз показатель того, что диафрагма была закрыта. Даже без каких-то дополнительных фильтров они были проработаны. Свет достаточно ровный. И смотря вот на этой части, видно, что все-таки солнышко было достаточно высоко, и поэтому получалось, что немножко здесь светлее. Но не в том, что хуже, да. Вот, видно, кстати, по тени, на каком уровне солнце было. Значит, что мне не очень понравилось с точки зрения композиции, да, что бы я сделал, да. То есть, я бы сделал вот первое, что бы я сделал это вот так. Ну, просто даже вам покажу сейчас, да, чтобы вы понимали, о чем речь идет. То есть, вот эта часть, я сейчас покажу вам, вот эта часть дерева, я считаю, она абсолютно лишняя. Более того, значит, благодаря тому, что мы сдвинули вот в эту сторону, у нас вот на эти вертикали попадают вот эти два пролива. И, соответственно, глаз будет четко фиксировать эти два пролива на этих вертикалях. С точки зрения нижней части, да, здесь все отлично. То есть, есть вот эта часть, ближний план самый, да, есть средний план, который здесь попадает, и, соответственно, верхняя диагональ отрывается небо. То есть, вот в таком варианте я считаю, что более чем. Ну, вот, например, вот так я сейчас отрежу. Посмотрите, как изменилась фотография. Во-первых, она стала законченная. То есть, может быть, даже вот эти штуки или отретушировать, да, в инструменте, или сделать еще более плотную обрезку. Ну, вот так, например, сделать. Вот так, да. Смотрите, что получилось. В общем и целом, вы видите, что, несмотря на то, что геометрия уже не стандартная, 16 на 9, да, но мы получили очень интересный кадр, где нет лишнего, где нет вот этих торчащих веток, и где глаз уже четко фиксирует первый план, вот этот. Средний план, очень красивый, с диагональю. Продолжим отвлекливаться. Ну, вот, сохраним в таком виде. Посмотрим, какая будет реакция. Я пока не буду корректировать, хотя здесь, по моему мнению, здесь много чего можно сделать, да, начиная от монотона, да, то есть можно перевести ее в черно-белый вариант или сделать какой-то вариант. Ну, здесь цветная фотография сама по себе интересная, можно поиграть со слоями, да. Ну, мы оставим в том виде, в котором она есть. Не будем менять ее. Значит, перейдем к следующей фотографии. Значит, по порядку. Эту фотографию я выбрал из того количества фотографий, которые были сделаны с лохматым, как его зовут, да, именно из-за того, что мне понравилось настроение. То есть собаки вообще, конечно, это очень красивые животные, особенно, когда они находятся в движении, особенно, когда они что-то делают. Ну, вот этот экземпляр любит очень искать что-то, да, живых существ. И здесь, конечно, очень интересный момент в том, что, во-первых, она идет по следу, да. Здесь видно, что вот или проталена, или какой-то след. Нет, ну, возможно, что здесь какие-то крупные следы какого-то животного. Но она достаточно увлечена, плюс у нее достаточно большое пространство. Это с точки зрения композиции сзади и спереди. То есть она находится в некотором серединном таком месте. Значит, плюс освещение. Косые тени, то есть говорят о том, что здесь освещение было или очень сильно контрастное, или, скорее всего, низкое что-то. Отличное освещение самого крупа, да, животного. Соответственно, глаз, который ищет что-то, да, то есть, ну, вообще настроение удивительное, конечно. Вот эти ветки, на самом деле, ну, я бы, конечно, что-то удалил лишнее, чтобы не сконцентрировать на них внимание, но они тоже создают некую атмосферу, направленность и рисунок такой динамики. Значит, вот эта часть дерева, которая осталась, ну, скажем так, многим она мешает, да, некоторые посчитают, что она здесь лишняя. На самом деле она имеет свою роль, поскольку она, когда глаз попадает на нее, она достаточно черная такая, да, то есть она все-таки создает направление движения взгляда. Поэтому, по моему мнению, это тоже интересный элемент. Значит, по поводу кадрирования этого кадра, ну, здесь по-разному можно сделать. Можно его как бы так отрезать, можно отрезать его так, чтобы она вперед, но здесь все достаточно гармонично, и некая такая пауза, стоп-кадр, да, в движении животного, создает такую атмосферу задумчивости и поиска, и вообще такая атмосфера, а оторванная нога вот эта от снега, да, то есть она говорит о том, что двигается передняя. То есть мне этот кадр очень понравился, я думаю, что это супер кадр. Его можно даже в таком виде размещать и, соответственно, получать какой-то результат. Так что браво, считаю, что этот момент отличный. Значит, теперь, что касается следующего кадра. Значит, этот кадр сделал, очевидно, где-то в Карелии. Хорошее освещение. Судя по тени, это все-таки солнце уже близкое к склонению, да, то есть цвет интересный. Значит, но, значит, сразу скажу, но, да, что мне бросилось в глаза, да. То есть не вот эти ветки, да, то есть оно создает передний план, как бы здесь все хорошо. Может быть, имело смысл немножко отойти в сторону вот сюда, чтобы вот эти сосны попали от корней. Ну, вполне вероятно, что там какие-то тоже объекты лишние. Бросилось в глаза вот эта часть. Это автомобиль, если вы видите, да, он здесь стоит. И в этом плане, конечно, я считаю, что вот автомобиль в таком варианте, ну, не знаю, мне не понравилось, честно говоря, я бы его удалил. Я бы его инструментом просто вырезал, чтобы здесь его не было. Потому что здесь достаточно большое количество мелких деталей. То есть вот костер, камни, то есть костер я бы тоже сделал как-то каким-то образом, чтобы он не выглядел как костер. Дальше вот эта часть, ну, какой-то явно мусор там лежит, я бы, наверное, его убрал. То же самое здесь. Вот если здесь столик воспринимается как столик, да, но здесь множество мелких деталей, которые, ну, даже без увеличения, их видно, что они здесь лишние, ну, бутылка, например, лежит. То есть я бы использовал инструмент достаточно простой, чтобы это все убрать. В целом все отлично. Значит, небо, конечно, все, ну, оно голубого цвета, здесь пустое, без облаков, без ничего. Ну, вот вопрос к точке съемки, да, может быть, имело смысл поближе вы и тебя в эту часть. Но я так понимаю, что фотограф хотел как бы подчеркнуть и эту часть кустов, да. Но, может быть, имело смысл сместиться, но я не знаю, что за кустом. Потому что, может быть, за кустом какой-то лишняя тоже вещь мешающая. Поэтому, в целом, движение, вот направление, куда двигаться такое, движение в кадре, куда можно пойти, да, в этом направлении, или сюда, или туда. Ну, вот, не знаю, как вы скажете, да, по поводу автомобиля. Я бы все-таки его убрал. Потому что, ну, для примера я грубо сделаю, да, просто вот покажу вам. Просто его так вот, вот так вырезать его, да. Несмотря на то, что артефакты останутся, да, ну, вот как-то мне показалось лучше. Или, если, например, убрать вот этот мусор, да, отсюда. Ну, во всяком случае, я бы, наверное, все-таки здесь продактировал более точным вариантом, да, чтобы вот эти все вещи как-то, ну, слишком много деталей мелких, да, они тоже не всегда хорошо. Это следующий кадр. Дальше мы переходим к закату, да. Многие начинали с них, и, соответственно, это наиболее самый популярный для начинающего фотографа. Ну, я не говорю, что Вячеслав начинающий, он достаточно опытный фотограф. Что мне здесь привлекло, это, конечно, цвет. Это сразу было понятно, что это снято, скорее всего, Никоном. Потому что по характеру картинки, да, ну, мне во всяком случае показалось так, да, что это оно. Снято это 21 апреля 2020 года. Мы в этом месте были, вы узнаете эти кочки, да. Здесь, смотрите, какой интересный момент, да. Закрытая диафрагма 11, да, позволила сделать резким и передний план, и задний план. Одновременно прорисовать небо и не пересветить кадр. Солнце уже находится в золотом часе, да, то есть уже низкое, почти садится. Момент выбран очень здорово. Выдержка короткая, за счет этого волна, она как бы заморозилась. И, соответственно, движение как остановилось, можно сказать. Именно это происходит в золотой час. Судя по времени, снята, видите, рано. Или поздно. А, past midnight. До полуночи. То есть это пол, да, перед заходом солнца снято, 21 числа. Мы, кстати, в этот день, по-моему, были. Значит, и чувствительность 280 стоит, ну, что позволяет сделать кадр практически без шумов. Могу сказать так. Кадр практически не нуждается в обработке. То есть можно в таком виде его отправлять. То есть никаких лишних деталей здесь я не вижу, кроме вот этой ветки. Которая, ну, что-то создает такое, да, но с точки зрения моей я бы ее, конечно, вырезал. Я не имею в виду там грубо, да, вот каким-то образом. Таким. А можно было, в принципе, ее... Можно было, в принципе, ее сейчас. Давайте, раз уж такая пошла пляска, я вам покажу, как это делается. Вот этот инструмент. Это тоже дополнительный софт. Но он у Adobe есть, он доступный, он бесплатный. Вот здесь можно выбрать размеры кисти. И, соответственно, вот эту веточку я бы просто вот так вот сделал. Я просто показываю это как демо, да. Понятно, что это можно более тонко сделать. Но результат будет примерно такой. То есть вот это все можно сделать так, чтобы не было заметно. Но вот в таком варианте, мне кажется, это более гармонично, поскольку здесь мы видим, что вот эти все овалы, да, все эти диагонали, которые образуются, они не прерываются вот этой палкой, которая торчит. Поэтому мне очень понравился этот кадр с точки зрения баланса, композиции. То есть здесь все соблюдено. То есть и направление движения волн, и облака пересекаются, и диагональ, и само, собственно говоря, сам горизонт, который из тонкого переходит в толстый. То есть все такое очень-очень-очень интересное, глубокое. И я могу сказать, что это очень интересный кадр. Мне он очень понравился. Поэтому я, конечно, его рекомендую. И с точки зрения цвета, с других характеристик, ну, считаю, что это вообще просто отличный кадр. Вот такие сегодня. Ну, обратите внимание на облака. Да, есть насколько интересно. Здесь видно, что есть и кучевые облака, и перистые облака. Ну, высокий слой и серебристые, может быть, и проглядываются. Такой час обычно их видны. Но мне очень понравился кадр. И особенно вот этот цвет. Это такой лазурный цвет и желтый цвет. То есть минимум красного цвета. То есть, ну, вообще удивительно, конечно, получился кадр. И вообще вот это обрамление солнца с помощью вот этих облаков, некий такой глаз. То есть я считаю, что это просто супер кадр. Мне понравился. Ну, и заключительный кадр. Не буду вас утомлять. Мы в этом направлении снимали. Ну, на следующий день это было снято. После того, как мы снимали здесь 3D съемку ввели. Значит, здесь, с точки зрения резкости, здесь тоже есть какие-то вопросы, да, если вы увеличите. Но, в принципе, даже на неувеличенном видно, что почему-то вот эта часть, где березы, не резкая. И утки, и резкие. Но здесь можно догадаться, почему. Потому что по движению камыша видно, что выдержка небольшая. Как оказалось, это действительно верно. Это снято не со штатива. Выдержка, видите, 1,15 секунды. С рук достаточно сложно сделать. Даже с тяжелой камерой. И плюс еще закрытая диафрагма позволила прорисовать небо. Чувствительность достаточно высокая, 400, да. То есть, ну, шумов здесь особых я не вижу. Значит, утки движутся, видно. Значит, второй вопрос. По поводу движения уток. Значит, очень сложно поймать их, когда они на светлом фоне, да, они будут более видны. Но вот на темном фоне они здесь, получается, что тоже. Но здесь некий момент перехода из темное светлое. Поэтому мне, собственно говоря, я снимаю птиц, особенно на воде, понимаю, что в таких условиях, когда хочется захватить и сушу, и уток, здесь приходится идти на компромисс. То есть, ты отправляешь их практически в пустой, в пустой заканчивающийся кадр, да. То есть, и поэтому движение как завершение. Но при этом они начинают движение только от берега. Поэтому, когда они начинают от берега, я бы делал, конечно, в этой части. Но в этой части уже здесь находится берег. А поскольку снять вот таким вот образом нужно только с правой стороны, если сюда зайти, да, с этой точки, и направить туда. Ну, там практически нечего смотреть. То есть, вот при таком освещении здесь уже темно все. Поэтому сбоку их еще как-то будет видно. А здесь уже получается как контровой свет. Поэтому лес, скорее всего, совсем затемнится. То есть, здесь, думаю, что просто опоздали со съемкой. Потому что чуть раньше бы сняли, пока камера включалась. Вот в этой части они были бы более интересны. Второе, то, что я бы обратил внимание. Ну, вот это здание, оно здесь достаточно органично. Видно, что это город, да. Но вот эти здания, я просто здесь живу, поэтому знаю, здесь они ничего хорошего не дают. То есть, они нам дают только отвлечение от внимания от берега. То есть, ну, в каком-то мере можно это рассматривать. Но с точки зрения самого пейзажа, хотя я уже повторяю, что пейзаж – это слово «пейс» французского, что это место, да, атмосфера, она передается. По поводу композиции вопросов здесь очень много. Ну, несмотря на это, передний план есть, задний, средний, дальний план – все это есть. Но оно все во множестве. Во множестве. И какой-то строгой геометрии, значит, я не вижу. Кроме вот этого мыса, да, который вроде из диагонали так хорошо достаточно выходит. Вот эта часть тоже приятная, да. Но вот если бы не было этих домов, думаю, что было бы интереснее намного. Вот если их закрыть рукой, пальцем, да, получится, что кадр более оживает. Ну, и небо, конечно. Оно здесь, несмотря на то, что оно цветное, видно, ну, оно такое достаточно унылое по сравнению, ну, как бы, как вода, собственно говоря. Поэтому настроение такое нерадостное, не очень радостное. Ставил бы я такой кадр себе в галерею, когда-то, да, скорее всего, нет. Потому что здесь слишком много вопросов к расположению, к ракурсу, который я считаю самым главным. Если кадра другого нет, да, как вот, вообще вариантов никаких нет, то есть вот последний кадр там или еще что-то, и уток надо было сделать. В принципе, можно его сделать. Я бы, конечно, очистил вот эту часть от домов. Каким образом? Ну, это уже сложный вопрос. Просто отрезав его, превратив в квадрат, да, что-то подобное. Возможно, да, потому что кадр уменьшится. Но здесь мы сразу теряем вот этот мыс. Ну, с другой стороны, если вот, например, сейчас перейти к редактированию, да, оставить квадрат вот такой, да. Ну, по моему мнению, здесь уже лучше смотрится, потому что утки все-таки, видно, что отплыли от берега. Ну, пусть они там завершают свой путь. Здание одно, здесь второго нет. Вышка пускай она торчит, если надо. В принципе, можно было ее убрать тоже. И вот получился вот такой кадр, да, без вот этих цветных домов. Ну, это, опять-таки, лично мое мнение, поскольку мне просили записать лично мое мнение, что я об этом думаю, да, все. Значит, в качестве примера, я не люблю хвастаться, но мы просто в этом месте снимали. Я хочу найти этот кадр, который я делал тоже с этими утками. В этой части, на самом деле, их очень неудобно снимать. Это как раз вот момент, когда мы делали съемку 3D. И вот как раз эти утки там плавали. Вот про тот лес, который я вам говорил, напротив, да, он достаточно такой невыразительный. А с левой стороны действительно очень сильно выразительный. Ну, вот этот кадр тоже особо не очень мне понравился, да. В направлении же, которым снимал Вячеслав, у меня есть это, по-моему, направление. Вот здесь я, кстати, стою. Вот это направление видно, да. Там дом-то стоит. А кадр, который вот конкретно с этими домами, я его практически даже не оставил, потому что у меня тоже не получилось снять так, чтобы это было интересно. При этом, чтобы вот эти дома создавали какое-то такое приятное впечатление, потому что, ну, у меня, во всяком случае, не вышло так это сделать. Хоть у меня и были попытки. У меня, по-моему, вертикальный кадр здесь был. Что-то я смотрю, я его не вижу. Наверное, я все-таки удалил его, потому что тоже посчитал, что некомфортные получились условия. Ну, на противоположной стороне посмотрите, вот наоборот. Насколько вот ради этого дерева, в принципе, я это место изосек. Мне оно очень нравится. И вот на противоположной стороне есть варианты с утками. Тут я уже пошел восьмой кадр обсуждать, да. Мы не будем этого делать. Ну, смысл в том, что в том ракурсе достаточно сложно что-либо сделать. Потому что там действительно эти дома мешают. И надо искать или ракурс какой-то ближе к вот такому, да. Но тогда мы попадаем опять-таки вот в этот темный лес, да. Или снимать в другое время суток, да, о чем я говорю. Непременно ищите момент, когда можно выбрать моменты суток, да. Чтобы это было уже то, что вы ожидаете снять, а не то, что у вас есть какие-то другие варианты этого. Поэтому... Ну, вот такие кадры, да. То есть, кадр первый. Атмосферная зима. Кадр второй. Это, по всей видимости, где-то на Воксе. Он у нас весь нерезкий. Этот кадр. Восхитительный кадр настроения с лохматым. Этот кадр. Карелия с прекрасными деревьями, да. На машине, да. Нужна ли она или нет. Четвертый, пятый кадр. Это, конечно, восхитительный кадр заката, да. Ну, здесь вот эту часть. Я бы все-таки обрезал эти ветки, чтобы они не мешали глазу и не мешали двигаться, не пересекали. И заключительный кадр с домами, да. Но мы живем в городе, поэтому от этого никуда не деться. Город, животные. Все это, все это есть. Поэтому, да. Ну, а завершить я хочу показать вам вот этот кадр. Сейчас как раз фликер. Сегодня не могу объяснить, почему фликер так агрессивно стал его поднимать наверх. Хотя он у меня... Я его в предыдущем видео, он мне больше всего понравился. Но вот сегодня по какой-то причине сама система стала его очень так активно продвигать. И вот если статистику посмотреть, видите, вот этот кадр эксплоры, который, да, сейчас он до сих пор продвигается. И он сегодня уже 750 человек. Вчера там больше 1000. Значит, дальше кадр, который я вам показывал, он тоже там 200, там 500. А вот это вообще абсолютный нонсенс. То есть он первый день без всяких эксплоров 500 набрал днем, потом как бы застопорился на два дня. И вот сегодня он уже опять 1000, да, он не в эксплоре, да. Но при этом я говорил, что этот кадр мне больше нравится, чем тот кадр, который попал в эксплор, да. Ну вот здесь у меня была мысль оставить вот эту часть холма, горки, да, на которой Лохматый здесь пытался сбить видеокамеры, которым я весь этот процесс снимал. Или же все-таки сделать другой вариант, который у меня есть, вы можете посмотреть. Поэтому я не говорю, что это идеально, да, по композиции. Но во всяком случае здесь есть очень близкий передний план, средний план, да, дальний план. Он весь прорисован. Облака прорисованы. Плюс композиционно я старался, чтобы вот эта часть все-таки она была направлена. Здесь не хватает только птиц. Мы их и искали как раз, мы их и ждали в этот день вместе с Вячеславом, пытались их найти. Здесь они даже, если и есть, то они очень мелкие, то их не видно. Но тем не менее я с этой точки сделал этот кадр, поскольку мне нужно было поймать вот этот свет, когда на некоторое время солнышко немножко выходило, и вот этот камыш подсвечивался. Ну и плюс, видите, все в монотоне. И береза. То есть можно было это обрезать, но у меня есть безберезость, но я все-таки решил один кадр сделать такой. Почему корни называется кадр? Потому что здесь практически везде. И здесь корни, и здесь корни, и здесь корни, и здесь, и здесь, и здесь. Везде. Везде корни. Вот такой краткий обзор сегодня. Насколько он вам понравится, пишите, если вам будет интересно. Если нужно будет какие-то обсудить фотографии вместе, я с удовольствием это сделаю. А с вами был Фавионыч. Надеюсь, что не было скучно. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok